здравствуйте дорогие зрители сегодня у нас очередная передача в цикле круглый стол с константином севковым сегодня интересным человеком у нас является известный французский писатель политолог ксавье моро здравствуйте ксавье здравствуйте тема нашей передачи посвящено тому как европейцы рассматривают те проблемы которые сегодня стоят перед миром перед россией перед европой как они видят истоки тех кризисов на той же самой украине сирии как можно разрешить эти кризисы вот поэтому наша передача так и называется глобальный кризис европейский взгляд сегодня много говорят действительно глобальном экономическом кризисе многие видят корни этого кризиса в том что есть определенные нарушения дисбаланса финансовой системе другие говорят о том что во всем виновата глобализация которая привела к тому что значит на часть европейской американской промышленности оказалась в китае и в индии и создав китайское чудо значительной степени именно благодаря глобальному кризису европу сотрясают глароматные долговые кризис помню хотя бы ту же самую грецию которая реально ставит на повестку дня вопрос распада евросоюза как единого образования вот совет скажите пожалуйста вот с вашей точки зрения и с точки зрения ну скажем к вас как политолога европейский взгляд в чем истоки вот этого глобального экономического кризиса в чем в год но я думаю что это результат это дерегуляция экономии которые начинали в сша под рональд реган и потом который продолжается под клинтон и буш сына и и поэтому я думаю что мы сейчас находимся в кончательные фазы это кризис и сейчас от очень сильные промышленные экономии как был сша они сейчас финансы финансирование системы экономические системы и спекулять спекулятивные системы которые постоянно создает новые пазыра и уверен пузыри пузыри дабы зерену у нас были там как называется компьютерные пузыра это было 80-го года 90-го года потом у нас были пузыра недвижимостью и сейчас следующие фазы то будет пузыра станции нефти и газ и это экономии так работает что они начинают област где можно инвестировать потому что они сама производят деньги это главные промышленные сша это производить деньги и они инвестируют сейчас как как они сделали в сланцовые газы или нефть даже если это не рентабельный важно что инвестировать и и создать вот это позерва потом третизировать это это долго который они сам создают потому что мы все знаем что нефть станции нефти иногда было рентабельный но газ никогда не был ну даже если не бурантами они продолжали производить и и кредит взяли много банками ну там эксперты читают что это уже 250 миллиардов долларов долгий сланцевые сланцевого газа для американский банк что будет происходить когда все будет уничтожение рассыпаться до развиваться потому что не рентабельный не были рентабельные когда нефти были 100 долларов и сейчас как это может быть рентабельные когда нефть на уровне 50 падение цены нефти ударила не только по россии но я думаю что дарится не сильнее сша чем чем россия ну например в сша это их стоили один процент ввп потому что они производили тоже они были первые производителя нефта и значит что это их очень сильные уничтожали но я рекомендую для ваши слушатели это это американский человек его зовут билл пауэс он писал книги очень интересные книги это были год назад называется cold cold hungry in the dark холодный голодный и в черный черный в черный до холодный темно да потому что он объяснить что скоро в сша будет такой кризис как был 70 года тоже американская экономика была очень зависит от газа и ну производение упал сильный и и тогда правда это что американской экономии были очень связаны с газом и значит что это это за очень большой кризис с начала 70 года но потом они это кризис они 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 разрешили и но это но сейчас благодаря дешевый газ а американская экономия сильнее зависит от газ как никогда они за внешних поставок да 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 они закрыли много там например станция чтобы производить электричество они закрыли много и которые с угла работали или даже не инвестировали ядерные энергии и наоборот строили все системы которые все зависит от газа а что будет происходит если например как объяснить билл пауэрс в этом книге тогда производство станции газ упадает потому что это уже там это уже факт что во время три года производство увеличает сильно а потом падает очень сильный и сейчас он сам читает и он не один который так считает если смотрите после недоклада от энергетических американских агентства они тоже они очень беспокоятся там они резервы нефта станции нефт резерв газу очень сильно уменьшились прогноза поэтому я думаю что сша они находятся напротив очень большой кризис касается газовое и нефтепроизводства и результат будет опять у нас потому что как вот как будет это будет как в 2008 года это не глобальный кризис это не мировой кризис это американский кризис чисто американский до который экспортирует сделали третизация все это долги и к сожалению много там европейские банки купили это это долги но во франции но достаточно мало потому что у нас жесткие правила которые они очень хотел бы убрать знаете это это д регуляция они хотел бы что вот это например переговор по поводу договору тофта называется между евросоюз и сша это д регуляция у нас норм например по это вы имеете у трансатлантический это этот просто две регуляции они хотят что умея создаем таком система как у них сша они могут произвели все что хотят даже санитарные нормы очень слабые я могу вам дать пример у меня друг американец он сейчас хочет вид в москве потому что его больше нравится жить в москве чем в калифорнии поставить бросим в москву но нет проблем и что мне сказал мне сказал что ну он недавно там три дня были в москве ты знаешь я я я купил молоко сегодня там продукты маленькие это вкус молока что-то в калифорнии вас нет вкус нет это вода это белая вода я был удивлен потому что я думаю что и думал что качество жизни и в калифорнии были лучше и но нет почему потому что не эта норма в россии санитарный нам что в россии или во франции молоко есть норм если меня уважили норм будет штраф будем за вам закрывать и воды скажите пожалуйста а вот как получается что вот реально сегодня вот такая идея которую сказывал один из крупнейших геополитиков европы и франции жак териар он сказывал идею от европа вот с сабона до владивостока ведь у нас между россией и европой огромный объем торговли достигает 400 миллиардов до начала санкций он достигал сейчас он сильно урезался причем я могу сказать что после поразрушения советского союза европейские бизнесмены они боролись за рынки российские и вот они сами добровольно оставляют это пространство экономическое для китая и других насколько как это вот стыкуется между интересы бизнеса и геополитика понятно же геополитическое решение нам всегда столько говорили что сначала экономика геополитика потом геополитика чуть ли не на услуживание на прислуживает экономика а в жизни мы видим другое да это это правильная иные я всегда не был согласен с этими думаю что сначала политик потом экономики и но я могу вам сказать что все это entrepreneur или предприниматель или бизнесмен который до французский который я хорошо знаю я сам бизнесмен и они очень плохо относится с санкциями и с нашим правительством я недавно опубликовал книгу по поводу украины как я вам сказал и все крупные но директор или хозяина крупные французские или даже маленькие французские компании которые будут россия они были очень доволен они потому что они наконец кто-то будет защищать интерес французские компании но право то что сейчас правительство в европа не защищают свой интерес а вот скажите пожалуйста такой вопрос как же это так получается то есть вот даже вот история с этими кораблями типа местраль ваш президент франции господин алан достойный человек бесспорно его избрали французы великая нация и вот он делает шаг который наносит серьезнейший удар по имиджу франции чем руководствовался президент франции и почему он пошел на такой очевидный шаг который нанес ущерб франции не нанеся ущерба россии сначала по поводу местраль вот это это процесс начинал от русской стране это русские военные которые пришли у французские военные и которые спросили если сказали что их интересует купить такой кораблей поэтому потом конечно это нас очень помогали я не буду это отрицать но это были русская воля купить такие корабли я не кажется чтобы местрал это были большой проекта должен быть 1 1 2 и потом 3 и 4 который строение в основном в россии и я думаю что россии тоже хотел мощность производить такой тип широко кораблей который потеряла после того что но после того что упал советский союз и тогда до этого авианос или такие корабли было строение в николаев поэтому я думаю что тоже были воля от россии и вернуться эта возможность даже если не это сделать ну просто потенциальной мощности производить такой широкий корабль и это так я анализирую потом я не все знаю объяснение жду а наши любые ну в данном случае как бы то ни было господин оланд президент оланд до огромный ущерб франции как же так он и его заставил но я думаю что есть два причины сначала это идеологии фаску он он идеолог он верит в западные идеологии и это значит что это глобальный корпус это касается экономически это касается или от нация что нация не должен быть независимым что надо создать глобальный мир где будет центральная власть и этот центральный вас он будет находиться на в париже конечно но но в вашингтон вот поэтому это его идеологии и он готов отдать кусочки наше промышление кусочки нашей экономии для этого это я думаю что для нас сейчас сложно потому что больше нет на здесь мы больше нет ну такие изм и больше нет только глобализма и это это хорошее имя для американской империализме и конечно мне кажется и но он например для него западный модель это его модель и это касается не экономически это касается даже социальный например он принял решение разрешить свадьба для гей против свое население потому что француз были против 1 миллион людей были на улице демонстрировали против этом он их не слышал потому что это его идеологии это раз его вторых надо понимать что вашингтон это очень опасный партнер когда визит винивен на эти приказ они вас наказывают мы продали товар но наш банк финансировал продаж товар для ирана и для куба когда были под санкции нас штрафовали американский суд 9 миллиарда мы во франции мы все ожидали что наше правительство будет воевать против этого защита нет они сказали спасибо конечно мне виновата и я думаю что если мы доставили бы мистер алю это был бы это разу 20 миллиардов или больше и понимаете будет момент когда рано или поздно мы будем стоить против этого но такое правительство который у нас сейчас они не готов воевать против этого я думаю что всегда что это новые холодные войны я не согласен потому что когда были холодные войны даже генерал дуголь который были самый независимый президент который у нас был после второго мировой войны о гейсподи достойному президенту генерал дуголь в москве стоит памятник ну великолепный вот прям вот конечно и я очень горжусь этим да я и ну он как нам как когда были кризис в куба он поддержал сша но это были добровольны да 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 фонса миттерон у кого были коммунические министры он он сказал что пасифистов запада а ракетный восток значит что он всегда чувствовал без угрозы внутри западный блок даже если это не правда что советский сау хотел нас уничтожать но я говорю что просто по идее никто не угрожал генерал дуголь чтобы получить свою помощь в куба никто он угрожает француза миттерон у него даже были коммунические министры но сейчас понимаете зачем нам нужен на то зачем нам нужен сша поэтому единственные способ у сша чтобы нас держит под контролем это угроза они будут нас штрафовать они будут пойми что сделали с бульгарии с южный поток они что сделали сша они взяли но не самые сильные потому что сами сильные экономические в европа это это германия они взяли француз который номер два и штрафовали 9 миллиарда мне сказали спасибо не виноват больше не будем и и и и потом когда маккейн пришел в бульгарии сказать вот увидели что мы сделали с французами вы думаете что вы сколько там ну там 10 миллионов жителей ввп это вообще смешно смешно вы думаете что вы можете держит против нас если франция не держали против нас конечно нет и поэтому а что взяли бульгарские правительства они смотрели брюксель евросоюз а что мы делаем и евросоюз был создан из сша но тогда выполнять как все но стране в европе нам хорошо известно что один из технологий посредством которого соединенные штаты америки сохраняет контроль над европой является но откровенно насаждение определенного типа людей политической элиты во власть европейских вот я знаю что в европе есть и в частности во франции есть ряд политических движений одно из которых нам хорошо известно это движение возглавляемая мари ле пен национальный фронт вот как французы к нему относятся насколько вот когда-то рассматривалась это движение как маргинальное а вот сейчас каковы его позиции какие его перспективы как рассматривается сама лидер это его движение это за симпатично достойная женщина мари ле пен вот как вот ваш вот как в какую какую роль вот в системе политической власти нынешней франции имеют вот такие движения и какие перспективы у этих движений двигаться дальше по вершинам власти способны они или будут в разумные сроки ближайшие там несколько там десятилетия может возглавить францию которая позволит может даже если не на галлистскую линию вернуться не на линию которую вел независимую президент дегольф но может по крайней мере близится к ней так что касается национальный фронт это больше не маргинальной партии он висит 30 процент я думаю что следующий выбор у нас в декабре месяца региональный выбор будет показывать что это его это его он она станет первой партии франции но это касается процент потому что потом это надо посмотреть как это разделить везде во франции проблем национальный фронт это уровне люди которые там ну там руководят эту партию он очень слабый я вам чисто говорю слабый это слабый я чём они к чём их слабость интеллектуальной славы и и и но хорошей стороны это вот это движение во франции о чем вы говорите они они только находится в франции национальный фронт он тоже внутри даже републиканец партии николай саркози и он час сильнее внутри партии николай саркози который выступал очень хорошо по поводу крима по поводу санкций он официально сказать что он против что это уничтожает наше наше промышленный комплект что это уничтожает наше северское производство и так далее что надо иметь нормальные отношения что крим это россия я сам лучше не могу сказать и это же там но мой друг тире марьяни который был в крим с депутатами он висит очень ну там и дуэль и мы же доктринали и вес внутри републиканец поэтому есть глобальные движения которые можем называться суверенист и много даже не только национальный фронт тоже маленькие партии но который уже висит 5 8 процент они все увеличаются и даже внутри партии социалистические партии франсуа ланда есть люди которые против это вот этой линии рабства которые американская да вот ну саркози я хочу сказать господин саркози сыграл немало положительных роль в россии в отношении россии россия российско-французских отношений хочу напомнить что господин саркози сыграл исключительно важную роль в разрешении российско-западных отношений в 2008 году после вот этой известной войны и надо отдать ему должное он достойно сыграл эту роль тоже мистрали даже если не говорим об оборудовании просто что на тотской стране продают оружие россии такие большие это очень значительно да это была очень серьезная вещь каковы шансы у господина саркози сменить господина ланда на президент ближайших президентских выборах по вашим оценкам я думаю что если он выиграет выбор внутри републиканец он будет следующий президент саркози да да но он должен играть как называется или пример примерный выбор внутри партии и против него у него так человек его зовут она жюпе и он даже для отношений с франции с россия хуже чем французом и думаю что сейчас если враг номер один этого на жюпе так может быть тогда на уровне народной дипломатии надо налаживать отношения как вы думаете но я может это поможет какой-то я ее госпожи или марили пен и и партии но я согласен я я не очень нравится даже если я не вижу национальный фронт как партия который может сейчас руководить стране я я уважаю это это партии и что она она делает и любое отношение это как это камин наше суверенитет который мы поставим и мне очень понравился что сделал тире майяне когда он взял с собой депутат и и приехали в крым и сам смотри потом дорожил везде французские сми не даже если контроль это американские посольства не могли скрывать что там 10 депутат были сказали что там все люди рады они их пригласили как как герои и поэтому это это где находится франция это где тире майяне также когда во время второй мировой войны франция не было в париже было в нормандии например поэтому я сто процент согласны с вами это но на мою маленький уровне я тоже стараюсь выступать в русские сми чтобы не надо унижать вы классный специалист геополитик по-другому не могу сказать это так и есть и даже могу вам сказать что касается вот это как называется французские сми идеологическая война во франции мы выиграли были исследования ну 11 процент французы интересуют что происходить на украину например но внутри это 10 процент 95 процент читают что россия правильно и что она нас у нас нет интереса с украина и что нам надо наоборот то что сказал николай саркозий что для нас важны это имеет хорошее отношение с россией поэтому пока это не видно потому что сми доступа к сми у нас нету но потихоньку благодаря интернет мне мне одержим очень серьезная победа и касается прям украина для вот этот час французские люди которые думают которые интересуют и которые не верят что есть в телеканала это дать самые важные кусочки нашего населения они как они про русский если грубо говоря они про русский вот француз значит про русский это да потому что я могу сказать что вот те люди думающие которые у нас есть ученые геополитики вот они как раз заинтересованы в том чтобы пусть будет сохраниться евросоюз пусть он будет сильным вот но мы заинтересованы в том чтобы европа была суверенной в геополитическом тогда надо убрать евросоюз а вот кстати пожалуйста сове я не буду тогда не давать мне интересно чисто вот ваш взгляд истоки и причины кризиса на украине причины столь длительной и кровавой войны вот ваше мнение и мне кажется я это писал что сша хотел бы хотел концентрировать все свои силы в азии против китая и в тихий океан можно сказать и они хотели ликвидировать проблем украины потому что их и идеологии но мы это знаем это бризинский это макиндер это американские или англосаксонские идеологии они считают что чтобы контролировать европа надо держит украина и но это самое важное надо их держит и они тоже считают что если без украины россии не европейской стране и не ампир это ошибка это чистые идеологические виды не я могу вам сказать что даже без украины россии это европейской стране я была в южной соколины давно там я увидел русский корейский тоже но я не увидел поэтому ну просто это правда неправда они это они это верят и они думали что мы можем ликвидировать но мы потеряли время из-за янукович из-за того что все светлые революции заканчивается провал в сербии каждый каждый раз выбор убрал оранжевые или ну любой свете революция цветные революции сербии в грузии украины украина в конце концов все это оранжевые революции провали и поэтому они и это же они они ну что не поняли что время играет против них потому что западной модели больше не нравится у меня ну я у меня очень хорошие связи с сербией этом очень часто был и даже выступала и были исследования недавно там 60 процент серб против евросоюза только их элита коррумпирование элит хотят евросоюз потому что мечи это быть чиновники евросоюза поэтому они и но это значит что что они до сих пор использовали они обещали что будет евросоюз будет западные стиль жизнь будет богатство потом нату это был план что скоро вообще больше не будет работать потому что у сербов есть сосед греча грец грец и они видят что дает евросоюз даже даже русские которые идут отпуск они могут они сейчас знают что это западное богатство и поэтому я думаю что они хотели ускорить процесс и даже если они занимались soft power время 23 года они считали что это сейчас или никогда и плюс нам нужен все наши силы не просто военные ну там глобальные комиссии надо отправить мы ликвидируем европа через наш трансатартический договор это соединенные штаты предполагают ликвидировать европу за счет трансатартического договора решить ее окончательно экономического суверенитета открыть рынки европы для товаров с сша я думаю что штаты не пусть туда европейский создать и железные цены между россией и остальной европы да и важные кусочки это цена это это были украине и тоже мне кажется что были такие коллегенция между немецкий интерес и польский интерес германия всегда хотела контролировать метро европа и для них взять украин это были как последние когда европы это просто среди на европа до центрального и но мы знаем что к сожалению поля поляки всегда хотят иметь опять доступ к черной море это были как марешал пислюцкий сразу после независимая польша начинал война чтобы иметь доступ чтобы создать вот эту републику великую речь посполитую время вот он даже сказал что он хотел сказать между два моря републики больше между двух морей до балтийского до черного моря и значит что я не думаю что больше хотел бы аннексировать украину просто имеет внутри свою зону влияние и поэтому были так конвергенция между американский немецкий и польский интерес и значит что это очень тяжело вес и и могу сказать что первая фаза это революция это переворот франция не был потому что у нас нет интерес у нас были объем торгов между россией и франции 21 раз больше чем с украина когда когда украина была настоящая экономия это значит тридцатого года это были один миллиард долларов меньше чем стоимость мистера и и и и поэтому у нас не были министры астана идеально майдан например я сначала был очень доволен я писал по этому поводу что слава бога что у нас разумные разумные политики политики а потом после переворот это стал кошмар и но потом я я писал книгу по этому поводу чтобы объяснить почему франция так ошибется я думаю что в основании некомпетентность нашей политики наше министерство иностранных дел и тоже идеологически что есть проект для европы такое называется постмодерн и без нация без государства где ну нет народы народы каждый день себе перри вмешиваются и мышца перестроить поэтому это что я понял когда я писал книгу по поводу байдане и есть ли проект украины есть националистам которые считают что украинская это единственной чистой крови славянские народы вот там свобода правый сектор и что остальные у русских слишком много могольский крови вот это все это ерунда который не нацист но поляки если второй это советский проект который когда ленин создал украину 22 года это более там гражданство гражданстве не проект значит что не вопроса раса язык даже можем все мы все вместе жить да 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 это и но что это проект еще люди верят это проекта я у меня сейчас моя семья стима моя жена не ну а как по-другому может быть вот мы живем в одной стране вот вы теперь на этом проект может быть что-то можем перестроить но есть уже постмодернный проект и посмотрел не проект это что украин будет это будет ну как франции как германии как сша как но в кино конечно не вот это 60 бедные миллионов бедные американец которые живут сша и про это что для запада их проект для украины это было вот это постмодерн это не фашизм это не коммунизм это это вот это постмодерн вы будете как запад но как мячей западными че но проблема то что вы не дали эти революция с людьми которые верят что каждый день народы перестроить себя и и которые хотят гепрайды которые хотят помогать то есть внедряют постмодернные условия когда психологически нации готовы у нас у нас у нас такие люди там во франции например глюксман жаке талия не публичные об этом выступает что больше нет народа но это люди они слабые даже физически и они они не революционеры поэтому у это это для западные постмодернные проекты их нужен настоящий революционер и революционер это ну или большевики или националист а большевики на франции из была парижская коммуна хорошо по у нас кстати боевой корабль был линейный корабль в советском флоте назывался парижская коммуна вот это пример и поэтому они использовали их дали деньги лагер в западной украине это уже даже они ну они много говорят вот это все это фашисты они вот это парасюк который убрал от кличко вот это соглашение которые только что подписали нашим господином он потом дали интервью в украинская правда сказал что да у меня были были в лагер в западной украине меня учили как использовать винтовки у меня тоже были идеологические образования и но это все я цитирую понятно да не советская просто а вот по вашему мнению вот сейчас вот закона украине закончились бои да в основном там еще перестрелки идут но это уже так сказать паса кого перспективы дальнейшего развития ситуации на украине ваш умение но я думаю что все будет решение экономический вопрос потому что когда я думаю что время путина очень хорошо это сказал когда он сказал мне в россии и на украине когда мы приглашаем женщина уже не мы платим счет и что он хотел сказать что вы сделали майдану мы до сих пор ну приблизительно 10 миллиард в год дали украине я говорю что далее это не кредит и ну через дешевый газ через кредит который не оплачен и так далее и так далее сейчас это ваша роль и сейчас запад понимает что они должны платить они начнут платить газ для украины и это два дня назад владимир путин тоже сказал что давайте международный фонд платите за это 3 миллиарда он опять их объяснил что это ваш это женщина который вы сделали майдан вы пригласили на уже надо платить счет и сейчас запад понимает что россии не будет платить как раньше но тоже я тоже это анализую моем книге что лоран фабиус 26 февраля 2020 года он доложил что он сделал в парламент и он он верил тогда что россии будет продолжать платить и вот это 15 миллиард которые обещали будут продолжать дать деньги и дешевый газ и так далее как если ничего не произошло и поэтому сейчас запад понимает что они должны платить как россия до этого платил и они это не сделают они может быть это дают в этом году потому что ну просто украинцев может могут умирать от холода но сейчас это будет означать крах украинской власти да да и я думаю что я думаю что любом случае будет дефолт после дефолт как они будут отплатить они будут платить чиновники полиции армии никто не знает значит что будет федерализация де-факто и если но к сожалению у них сейчас много там бандеристы везде в стране бандеровцы просто бандит хулиган у кого есть оружие и которые и взят обратно будет очень сложно и может быть самый спокойный место на украин будет в донбасс потому что там есть порядок порядок и я думаю что будет де-факто федерализация и и значит что ну киевский власть любом власть будет очень слабый будет более я ну что восточный украин будет ослабляться власть будет центральная власть будет локальная власть синие ну где есть деньги на ли они усиливаться я думаю что как как после 22 года настоящая столица будет харьков харьков да я я это я стараюсь и и и помните я не вижу другой путь потому что ясно что сша не будет отправить там войска не будет отправить в большой деньги не будет отправить так понятно к сожалению немножко заканчивается время я хотел бы вам задать еще один вопрос который очень важен я думаю для многих будет скажите пожалуйста я уже не буду вы коротко расскажите вот ваше видение истоков кризиса в сирии и самое главное вот после вмешательства россии какой вероятный сценарий может вы это даже начнем с этого мы не будем курить про истоки поскольку сейчас россия вмешалась войну в сирии американцы начали поставлять оружие в том числе и деловаться вот скажите по вашему мнению как сейчас будет развиваться ситуация в сирии ну хотя бы в ближайший год полтора вот ваше видение ситуации я думаю что осада будет одержать несколько значительной победы и я тоже думаю что и гиля и и делили фонтан насра или любое исламические бандеру там групп который создали западные секретные службы будут потихоньку уничтожение потому что конечно доставили оружие но это там легкий это гранат это это не такие тяжелые оружие противотанковый комплекс и дракон но ганские он довольно эффективные но он довольно эффективный да да они но я я не говорю что но я мой вопрос это будет ли система пво вот вот это 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 центральный вопрос если нет я думаю что даже если еще нужно время рано или поздно осада будет выиграть выиграть да скажите пожалуйста вот такой момент еще в заключительный уже вот мы поэтому и называем глобальный кризис европейский взгляд ну вот этот глобальный кризис вы сами его светили он имеет серьезные корни я еще могу добавить что в основе этого кризиса лежит еще экологические проблемы раз это лежит проблема между финансовым капиталом который владеет этим громадным капиталом мыльным пузырем вот и про мы реальным сектором экономика может вот этот мыльный пузырь финансового капитала его нужно куда-то реализовать иначе он просто лопнет и аннулируется власть финансового капитала поэтому там большие противоречия идут я думаю что одна из причин по которому соединенных штат америка так активно пытается внедриться и взять под контроль ближний и средний восток северную африку связано с попытками разрешить вот этот капитал может развязать большую войну по образцу первой или второй мировой которая позволит списать все эти долги вот это все предположение вот скажи пожалуйста по вашему мнению как сейчас может быть разрешен вот этот глобальный кризис вот европейский взгляд как может быть разрешен глобальный кризис планеты человечества с чего мы начали я думаю что единственный способ это создать санитарные границы а между это спекулятивные экономики которые мы видим сша и остальной европы потому что пока например я вижу как работают наши банки у нас есть норм имеет создать пузырь как сделать сша во франции невозможно в гармонии более свободные но тоже очень сложно и и россии конечно невозможно поэтому я думаю что надо что все как это разумные стране мира это ну не просто европейские но тоже китай и индия они должны соединить чтобы объяснить сша что сейчас все заканчивается что такие модель экономический модель который у вас были до сих пор он не существует он очень опасны и вашу долг это вашу долг у вас 60 миллионов бедные жители и даже там очень очень бедные если вы слушали дебат демократический дебат между илари Клинтона один из кандидатов сказал что у нас 27 миллионов жителей которые очень бедны и что мне для них сделали и поэтому я думаю что и к сожалению я вижу сейчас французский правительство он и он и он боится это сделать но рано или поздно надо объяснить сша что не больше вам не будем и это это глобальные проблемы но это американский правильного это глобальные проблемы и это наше долго как разумные стране это объяснить но совета да получается что если такой коридор санитарный кордон будет сделан то это будет означать крах американской экономики крушение и американских элит и в результате оздоровление к сша как государства так сказать устранение вот этих всех проблем и потенциала государства шай еще дальше будет более эффективно расти без таких сумасшедших долгов наверно штабе да мир русские француз старинация мы знаем что на ли поздно заплатить свои ошибки и время но в любом случае после 150 последние лет сша был в банкротства 13 года были банкротства слава бога пришел слава бога для них пришел первый уровень и 29 тоже был и тоже если смотрите там каждый после их война и гражданские война каждые пять лет были кризис были банкротства били это их структуры и и если мы их разрешаем продолжать это 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 абсурд абсурд скидило мы их не помогаем это надо помогать это надо их помогать и знаете как как ваши сына что-то дает неправильно если хотела помогать дали как хочешь ты правильно ты ты молодец надо его это загубить до загубить что и конечно это надо мы должны все вместе все разумные нации мы этом должен их сказать вот и поэтому и тогда можем можем решить и менять модель экономии дорогие зрители спасибо вам за внимание у нас в гостях был ксавье маро известный писатель политолог спасибо за внимание всех вам благ спасибо спасибо